Всем привет! С вами Светлана Быкова. Хочу проверить свой эксперимент по продаже по лимиту монет. Давайте с вами зайдем. Нажимаю Exchange на биржу и посмотрим. Трейдинг. Пришли. Итак, смотрите, сегодня утром я выставила 10 монет уже по той стоимости, которая автоматически стоит. По маркету, потому что не вижу никакого смысла. Вот смотрите, вчера и позавчера с утра я записывала, выставила по 5.35, хотя сейчас продажа 5.543. То есть давайте предыдущее посмотрим, там немного цены снижало. Ну вот они. 5.30 продалось, но только тогда, когда уже истекал 7-дневный срок. 5.30, 5.53, 5.54 до этого выставляла, тоже меньше, чем был курс. И все, время вышло. То есть экспириэт – это когда 7 дней вышло, а заявка не обработала. То же самое я смотрю сейчас и на вот эти выставленные заявки по 5.35. Возможно, они уйдут, когда будет срок 7-дневный заканчиваться. Но какой мне тогда смысл выставлять цену меньше, если я не вижу в этом резона? Быстрее монеты в этом случае не продаются. Поскольку, как я уже говорила, мы не знаем, что происходит на бирже, как сводятся заявки. Этого здесь мы ничего не видим, к сожалению. И не понимаем, как там все работает, как программа работает. Поэтому я могу только предполагать. И вот в данном случае, сегодня утром я посмотрела, что по 5.35 два дня висят, хотя стоимость на 0,2 евро меньше. Не вижу я смысла. Странная вообще ситуация. Если до этого смотрела видео и писали, да, когда ставишь меньше цену, так все хорошо продается. Но именно подтверждений таких, как я сейчас смотрю у себя, я не видела. Поэтому, судя по моему аккаунту, делаю для себя, что невыгодно ставить меньше, поскольку продажи не увеличиваются. Я понимаю, могла бы поставить 5.35, и каждый день вы продавались. Так нет, ничего не продается. Точно так же все. Как сказала, по 5.30 продалось только когда последний день уже истекал. Хотя, я думаю, что, возможно, продалась бы по нормальной цене. То есть, я просто потеряла здесь деньги. Вот это мое сейчас видение. Есть у вас другой результат. Если у вас есть другой результат, конкретный, напишите под видео. Хотя, вот в моей ситуации, просто интересно, в моей ситуации, конечно, это не изменит. То есть, я считаю, что мой эксперимент по продаже по лимиту пока неудачным. А давайте зайдем теперь и посмотрим, что с моим запросом на вывод. Ну, вот буквально через полчаса или час где-то вечером я ставила на вывод. Буквально уже два дня прошло, запрос так и не обработан. Дают 10 рабочих дней. Конечно, это много. То есть, для моего вывода, видно, никому нет дела. Мне теперь стало очень любопытно, когда же все-таки хотя бы обработают запрос. Потому что плати быстро, выводи медленно. Вот такая ситуация у меня. И если кто-то думает, что я, зайдя в другую криптовалюту еще, ахаиваю ванкойн, то это не так. Я просто показываю то, что есть в реальном времени, что происходит. Из этого уже делаю выводы, что мне нравится, а что не нравится. Конечно же, я заинтересована в развитии ванкойн, потому что тут у меня есть монеты. Моя цель вывести вложенные, а потом уже все остальные средства я могу оставить. И пусть монеты растут, а не в цене, я могу ждать уже. Тогда я буду спокойно дожидаться. Пусть она будет и 10, и 50, и хоть 100 евро стоит. Пусть развивается. Но сейчас многие моменты меня совершенно не устраивают. Вот такая ситуация. Коротко так, эксперимент-вывод. Эксперимент для меня оказался неэффективным и, в общем-то, неудачным. Посмотрим, что будет далее. Продадутся ли эти монеты, хотя бы когда 7 дней будет истекать. Но смысл тогда какой? Не вижу. С вами была Светлана Быкова. Всем до следующего видео. Всем успехов! Субтитры сделал DimaTorzok